Приветствую вас. В первую очередь хочется сказать, что в психологии нет никаких универсальных рецептов, универсальных решений. В профессиональной психологии все индивидуально, вот, и я думаю, что если вы хотите разобраться в том, как сделать то, что вы хотите, да, то мне кажется, что необходимо для начала определить ваши психологический портрет, определить ваши особенности, определить ваше эмоциональное состояние, эмоциональный фон, вот, с тем, чтобы лучше ориентироваться в этом, вот. Потому что для того, чтобы, условно говоря, вырастить ребенка, ну, выносить его, вырастить его, нужно на самом деле немного, с одной стороны, но с другой стороны, это довольно такая важная история. Нужно гармонию. То есть, нужно, чтобы человек, ну, в данном случае, родитель, чтобы он чувствовал себя гармонично, чтобы он чувствовал себя спокойно, чтобы он ничего не чувствовал себя нервно и так далее. Понимаете? Понимаете? Какая история. Вот это очень важно. Если есть такие факторы, которые вас условно мотивируют чувствовать себя так, то, в первую очередь, с этими факторами нужно работать. Вот. А, в первую очередь, именно с этими факторами нужно и взаимодействовать. Вот. А, значит, я думаю, что все, что относится к гармонии, все, что относится к гармонии, вам необходимо для себя выявить. Все, что относится к вашим противоречиям, к вашим сомнениям, к неуверенности в себе, с выстраиванием личных границ. Все это нужно выявлять. То есть, все это необходимо, на это обращать самое пристальное внимание. Вот. Дальше. Что очень важно, это то, что выращивать ребенка необходимо своим примером. То есть, не только слова помогают, не сколько зла приедем помогают, не сколько действия помогают, сколько именно ваш пример и пример вашего супруга. Вот. Ну или отца ребенка. Вот. То есть, если родители своим примером ребенка вдохновляют и показывают ему, значит, как нужно поступать, и чего делать не нужно своим примером. Если они честны, искренне в своих действиях и проявлениях чувств, то и ребенок должен быть таким. Таким-то. Я бы порекомендовал еще активное слушание и я сообщение. Подробнее можете почитать у Юлии Борисовны Гиппенрайта. Что касается выносить, здесь я думаю, все очень просто, выполняют все предписания врачей. Что касается родить, что, вот тут вот вы пишите, да, что, ну, для рождения тут нужно просто, опять же, по технике безопасности, правила безопасности и все. В принципе. Вот. Но вы же не считаете, правда, что вы типичный человек и типичная мать? Давайте все-таки берем подробнее с вами, какой человек вы, какой человек отец ребенка и какие у вас обстоятельства внешние. И вот уже я проанализирую вас это, можно будет дать какие-то рекомендации лично для вас. А это лично обезличивающий вопрос. Вы обезличиваете себя и вы обезличиваете своего ребенка. На этом, я думаю, все. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их включку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...